Дорнадо Энерджи! Дэмэдж! Всё, я снова с вами. Я пока даже ещё не отходил. А-а-а. Hello. Скадлтв, к сожалению, ты можешь Скадлтв в случае чего открытым держать чат отдельно? И там, если что-то важное, говорить мне. Потому что я, ну как бы я вообще сегодня, само собой, особо чат не читаю, потому что я читаю другие вещи. Вот. Дород Артем Пларфри. Ссылка нужна тогда. Да. Всем привет. Ало. А, да я сейчас выдам. Тебе надо вот так вот. Блин, сейчас. Так, вот так вот. А, так же так. Да, всё очень просто. Авторитетное женское мнение будет? Да, вот сейчас можете, я как раз читал Фукашу, а вы можете авторитетное задонить Дайер. Как девушку зовут? Дайер зовут. А, это и на ходе спрашивает ключа. Да. Виктория. А, как я выпалила. Совсем беспалевная, я вижу. Что происходит? Покажи паучков. Да, ну. Ну. Я перекусить ещё успела. Не только чай. Надень ушки. Ладно, хорошо, ладно. Хорошо, сейчас всё сделаю. Сцена для взрослых. Вот ушки. Привет же мне. Привет, Виртулаз. Покажи чай. Чай. Ва-ха-ха-ха-ха-ха. Да, тоже можно. Что я забыла? Я не знаю, я всё забыла. То, что там что-то говорил. Ой. У меня ж надо ещё много часов сидеть. Так что надо было перекусить чуть-чуть. Ну и пока чайник закипит, у меня же не электрический чайник у меня этот. На плите. Девушка как-то сюда попала. Рассказывает, как впечатление. Да, кошмар какой. Это кошмар. Пошёл порно рассказик послушать? Правильно. Что? Что, что, что? У меня ещё продолжается отдых. Я себе кусок погрею еды. А то мне читать не так уж и просто. Озвучка топовая будет. Ну, в смысле? Признавайся, нравится. Ну, нормально. Ой, у меня просто голова болит, на самом деле. Чё, тоже. От всего этого. Но это... Я не жалуюсь. Сегодня стрим будет? Вряд ли. Не знаю, посмотрим. А лапки? Господи, ладно. Капи эта игра, даже Ведьмака не банили за такое. В смысле, в Ведьмаке там очень такие простецкие сцены. Здесь сцены куда более селёвные, чем в Ведьмаке. Здесь описание, понимаешь? Просто описание. Тупо. Так, тихо. Что, ещё лапа на стол? Так вот, чего, чего, куда? Секс на единороге, и это, по-твоему, простые, простые сцены? Хапа, ты чего? Это куда более простая сцена, где, чем эта сцена, потому что здесь описание всего происходящего. У тебя чат повис, а ну ты меня не слышишь. Ха-ха. Даже в самих книгах Сапковского таких штук вообще не было. Вообще просто ни одной. Не, я свой стрим запускать не буду. Не-не-не. Что? Что интересного там? Читал по-дюдьмака, да. Но не всего пока. Их книги тут. Ну ладно, я понимаю, не всем нравятся ушки-лапки, так что... Сцены ещё будут. Ставь смс плюс, матвич, уберяй галку. Нет сцены для взрослых. И не парься, макс-репост, ребятки. У меня нету такой возможности сегодня. К сожалению, именно сегодня у меня нет такой возможности. Я бы, на самом деле, пошёл навстречу. Долго объяснять, но реально не могу. Ахапа меня всё равно сейчас не слышит. Ну вот никому-то... Кому-то не нравится, реально сказали, не идут. На своём канале я могу делать всё, что угодно, а здесь нет. Ещё будут стримы по Катаве. Сомнительно. Airpods. В смысле? Нет, это просто... Не знаю, какие. Верни ушки, лапки. Как там, без цензурства? А я их отключила, потому что я боюсь, что они будут рассинхронизироваться как-то. Игра-то, что происходит. Сейчас всё будет, уважаемый. Ладно, хорошо, пусть так. Ладно, хорошо. Я понимаю, что мне всем это нравится. Ну что делать? Ну что делать? У тебя там чатик на трансляции зависит. Это я знаю. Очень неудобно все чат посмотреть. Так, Джошка, чё тебя? Давайте подкормим Джошика и продолжим. На чём остановились? Реал-порно нельзя спецом неправильно. И стримишь в разрядном, прими. Не-не-не, просто... Игру верни. Так нету игры, не играет никто. Игры кончились, что-то. Всё серьёзно. Что-что, где голос? Где голос? Какой-то ты потрёпан и вернулся. Ты же знаешь, я страдаю от ликантропии. Я превращаюсь... Хапитан периодически превращается в фапитана. Куда ты эмирком одел? Эй, да он играет? Добери, всё в порядке. Итак, уважаемые. Последний глоток к Байкальчику и Гуго. И идём дальше. Нет, Шатрат, со мной всё в порядке. Как вам грязище? Наоборот, Дайер лучше, чем обычно. Это ты пока... С чего такие выводы сделал? Так, это оно? Да, это оно. Так, сцены для взрослых отключить. Полноэкранный режим. Всё, ладно, ушки прекращаются в существовании. Нет времени для ушек. Да почему? Оставь, всё хорошо. Да? Ну ладно, пусть будут. Так, продолжаем. Проснувшись от какого-то шума, я неохотно открываю глаза. Повернув голову влево, я обнаруживаю, что снаружи идёт дождь, громко стуча в окно. Подгоняемые порывами ветра, струи хлещут по стеклу, будто бы изо всех сил стараясь компенсировать предшествовавшую дождю летнюю жару. Я сажусь на диване, потирая рукой шею, затёкшую от неудобной позы за время сна. Судя по всему, мне стоило бы жаловаться на перемену погоды, учитывая, что это наш последний день здесь. Но события вчерашнего дня продолжают наводнять мой разум. Чувство, когда я прижимал к себе дрожащее тело Лили, плачущей в моих объятиях, прилив гормонов и страсти, затопившей нас, когда мы были вместе, кажется бессмысленным пытаться осмыслить всё произошедшее. В попытке отвлечься я со стоном наклоняюсь вперёд, чтобы взять свою сумку, доставая одну бутылочку за другой, я отсыпаю из них повседневную дозу таблеток и без лишних церемоний заглатываю. Мне понадобилось на удивление мало времени, чтобы привыкнуть принимать таблетки, не запивая. С другой стороны, я думаю, что то же самое касается и привыкания к жизни в школе для инвалидов. Вспоминая Ямаку, я радуюсь представившейся возможности поменять обстановку, пусть даже на столь небольшой период времени. Даже с учётом последних осложнений, я признателен за возможность провести время на единиц Лилии и Ханака, вдали от суеты школьной жизни. Никогда бы не подумал, что скажу это, но мысль о жизни вдали от больших городов, в приятном спокойном районе, довольно привлекательна. Мысль, которая всего год назад показалась бы просто смехотворной. Что-то розовое, без сомнения, ночная рубашка Ханака показывается из-за угла. Осознав, как я должен сейчас выглядеть, едва проснувшись, я забрасываю оставшиеся таблетки в рот и пытаюсь пригладить волосы рукой. Доброе утро, Исао. А, до... Я отвечаю ей, совершенно забыв о том, что только что заглотил особенно большую таблетку, подавившись я кашляю и брыжа соляной. Ой, Исао. Громко фыркнув и несколько раз пахлофов себя по груди, чтобы ее проглотить, мне удается прийти в себя. Я в порядке, извини, забыл, что глотаю. Прости, и я не хотела. Я поднимаю руку, жестом останавливая Ханака. Я подавился, сам виноват. Доброе утро, Ханака. Она делает паузу, прежде чем согласна кивнуть. Из-за спины Ханака нетвердой походкой появляется знакомая фигура Лили. Также в пижаме. Вид у нее еще тот, глаза заспанные, волосы растрепанные. Привет, Лили. Доброе утро, Исао. На мгновение в воздухе повисает тишина, так как никто из нас не знает, что делать. Учитывая, что произошло между нами этой ночью, у нас более чем достаточно причин, чтобы считать ситуацию неловкой. И как мы должны вести себя, встречаясь друг с другом после чего-нибудь вроде... этого. Вероятно, лучшим решением будет переговорить с Лили наедине, чтобы расставить все точки над ее. Эм, я начну готовить завтрак. Лили, очевидно, улавливает ход моих мыслей. Я помогу. Ханака, не могла бы ты накрыть на стол? Ханака кивает, зарываясь головой в шкафчик, так как сразу же приступает к выполнению своей задачи. Протерев глаза от остатков сна, я иду к холодильнику и беру оттуда молоко, а рядом... а рядом Лили достает из нижних шкафчиков несколько ярко раскрашенных коробок. Пока мы готовим довольно пресное на вид блюдо, я шепчу несколько тише, чем обычно, поскольку слух у Лили отменный. Ей не составит труда разобрать мои слова. Ты в порядке, Лили? После прошедшей ночи... Она осторожно кивает, ее лицо выражает нерешительность. Хотя ее усталость несомненно играет определенную роль, она выглядит по-настоящему неуверенной по поводу того, что произошло между нами и что делать дальше. Я чувствую то же самое и вполне ее понимаю. Проси меня, Хисао. На меня вчера как будто затмение нашло. Я и на секунду не остановилась, чтобы подумать о тебе или Ханако. И дошла даже до того. Она накручивает сама себя. Ее голос, как и ее поза, становятся напряженными, и я мягко толкаю ее в бок, пытаясь как-то разрядить обстановку. Тебе не нужно извиняться. В конце концов, я же сказала, что тоже люблю тебя. Но я... Когда ее самообладание начинает таять, становится очевидным, что другого пути нет. Повернувшись к Лиле, я нежно обнимаю ее встроенное тело. К счастью, она расслабляется, совершенно не сопротивляясь. Несмотря на то, что наши объятия длятся лишь несколько секунд, я замечаю, что Ханако молчаливо наблюдает за нами. Увиденное заставило ее замереть на полпути, и тарелка в ее руках остановилась в нескольких сантиметрах над столом. Мы едим молча, и единственные звуки, которые слышны в комнате, это стук столовых приборов по тарелкам. Если раньше только двое из нас имели проблемы с уверенностью в себе, то теперь ситуация полностью изменилась. После недели беспечной дружбы, дней, что мы коротали за болтовней и совместными трапезами, отношения между мной и Лиле... Нет, между всеми нами. Изменились ныне безвозвратно. Все, я больше не могу. Лиле. Она торжественно кивает, осторожно положив ложку на тарелку перед собой. Мы сами не полностью уверены в том, какие между нами отношения, и уж тем более, как их видит Ханако. Это может показаться неожиданным, но... И я призналась Лисау в своих чувствах. На мгновение Ханако выглядит ошарашенной. Именно такую реакцию я и ждал. Однако, в конце концов, она кивает, все еще держа ложку во рту. Ты ответил взаимностью? Да. Она расплывается в улыбке столь широкой и искренней, что я непроизвольно заливаюсь краской. Думаю, это самое счастливое выражение лица, которое я когда-либо у нее видел. Тогда я счастлива. Я правда-правда счастлива. Прости, что ничего не говорила тебе раньше. Все было так... Ханако успокаивающе трясет головой из стороны в сторону, вероятно, забыв, что у Лили нет возможности это увидеть. Она начинает заламывать пальцы, что придает ей слегка более взволнованный вид, чем ранее. Честно говоря, не так давно я начала подозревать, что вы, возможно, нравитесь друг другу. Сначала я не знала, что и думать по этому поводу, но я... В итоге я решила, что если мои друзья счастливы, то я счастлива. Я была по-настоящему рада новому другу, когда мы повстречали Хисао. А ты нашла его... В его лице свою любовь. Так же еще лучше. Правда? Чувство облегчения от того, что она приняла наше отношение, словно волной не спадает на меня. Я, судя по выражению лица Лили, с ней происходит то же самое. Спасибо, Ханака. Я очень ценю твое понимание. В голосе Лили все еще слышны извиняющиеся нотки, или как минимум нотки неуверенности. Что не ускользает от Ханака, которая на несколько мгновений погружается в свои мысли. Прежде чем повернуться ко мне. Хисао, ты не против, если мы с Лили выйдем ненадолго на улицу? А, не против, конечно. Ханака? Ханака встает со своего места, берет Лили за руку и решительно вытаскивает ее из-за стола. Учитывая, что Лили обычно передвигается в неторопливом и спокойном темпе, поспешность Ханака делает ее шаги неуклюжими, и она несколько раз едва не оступается. Это довольно забавная картина, я в молчании наблюдаю, как они исчезают за дверью. И только сейчас понимаю, что дождь закончился, сменившись ясным чистым небом. По-видимому, компенсирующим блеклость утра. Для Ханака это должно быть немалое откровение. Мы с Лили единственное, с кем она общается. Мы словно заменяем ей родителей. Я полагаю, это наиболее точно описывает наши взаимоотношения. Отец, мать и дочь, дружно играющие в маленькую выдуманную семью. Как будто это может продолжаться вечно. Это странное действие и не может длиться долго, но, может быть, лишь на это короткое мгновение стоит оставить все как есть. Я киваю, соглашаюсь с самим собой, и встаю из-за стола, чтобы присоединиться к Лили и Ханака на улице. Это небольшое мгновение счастья, неважно сколько краткое, останется со мной, со всеми нами, навсегда. Погрузившись в горячую воду, я позволяю долгому вздоху сорваться с моих губ. Ощущение, что каждый мускул моего тела расслабляется сродни эйфории. Понятия не имею, как давно я по-настоящему не принимал горячую ванну, но в данный момент я даже вспоминать не хочу. Может быть, я продаю слишком большое значение тому факту, что я наконец принимаю настоящую ванну, но возможность просто успокоиться и позволить себе расслабиться и уделить самому себе время приятно. Мы с Ханакой и Лили бродили вокруг, исследуя на удивление большой участок земли, окружающий дом. После этого мы потратили большую часть дня на отдых, смотря телевизор, читая и играя в карты. Возможно, это не самый захватывающий финал путешествия, но такая спокойная, безмятежная обстановка – нечто, чем стоит насладиться. Даже несмотря на то, что уже завтра мы вернемся в школу, я думаю, что запомню этот маленький домик в Хоккайдо надолго. Жаль, что нам осталось провести здесь лишних несколько часов, прежде чем отправиться на обратный поезд. Все, на что меня хватает, глядя на пар, поднимающийся со спокойной поверхности чистой воды. Довольно зевнуть, в конечном итоге остановившись взглядом на потолке. Экзамены на носу, а я почти к ним не готовился. Кроме того, я даже не знаю, чем займусь после окончания школы. Сдать экзамены – это, конечно, хорошо. С какой целью? И что важнее всего – я влюбился. Что, черт возьми, я делаю? Наверное, мне не стоит так думать, что сделано, то сделано. И, может быть, это можно рассматривать как очередной аспект моей новой жизни, над которой я работаю. Мне нравится быть с Лилией, в конце концов, жизнь состоит не только из учебы и работы. Пока я усердно стараюсь разобраться в произошедшем, кто-то несколько раз точится в дверь. Я поднимаюсь и выпрямляю спину, пытаясь выяснить источник звука. Три удара, ни больше, ни меньше. Легких, но настойчивых. И с такой выверенной частотой, что можно настраивать метроном. Я буду крайне удивлен, если это не Лилия. Могу я войти? Ага, это Лилия. Я все еще в ванной. Выйду через минуту. Я знаю. Голос, исходящий из-за двери, заставляет меня замереть. После секундного размышления я откидываюсь, свесив руки по краям ванны. Несмотря на все мои усилия, мне не удается удержать мысли в узде. К-к-к-конечно, входи. Лилия открывает дверь, медленно входит в комнату и закрывает ее за собой. Она выглядит необычно спокойной, в противоположность моему учащенному сердцебиению. Эм, привет, Лилия. Ты не против, если я приму ванну вместе с тобой? Нисколечко. Давай. Коротко кивнов, она начинает стягивать свитер с плеч, постепенно обнажая грудь. Я мог бы помочь тебе, если хочешь. Не стоит. Почему? По выражению лица становится понятно, что она еще не готова позволить мне помогать ей. Не могу ее винить. Она продолжает раздеваться, роняя блузку и юбку на пол, оставаясь лишь в белых кружевных трусиках и лифчике. В конечном итоге она снимает и их, оказываясь в центре комнаты абсолютно голая. Какая прелесть. А у меня другая картинка была. У тебя другая картинка была? У меня там с хомячком и арбузом. А, подожди, так нам даже реплики не дают читать. А, ну и все, не дадут. Ребятки. Вообще. Что, как вам? Поглядели на рыбу? Хе-хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Ну это как-то... Это жестоко, да. Хе-хе-хе-хе. Ладно, давай так. Эээ... Хе-хе-хе-хе. Бедные дети. Хе-хе-хе-хе. Я на такую не подписывался. Отписка, отписка пишут люди. Фу-у-у-у-у. Хе-хе. Ну вот. Фу-у-у-у-у-у-у. Где мое порно? Гавэй спрашивает Соляра. Хе-хе. ладно давай так давай мы включим обратно хентай мод но при этом при этом я буду вырубать трансляцию чтобы не показывать порно картинок но при этом порно озвучка изи порно озвучка это тот что будет ребята ну ладно стрелять ставь 18 плюс я могу сегодня не могу настройки не отключить так теперь что сделать так потому что они нас совсем суша может быть нам есть отмотать до грязь братан автопрочтение тут еще не подожди так пернать загрузить а что загрузить сожалению никак к сожалению ничего загружать да ладно все можно мотать мотать назад налево может быть мне нельзя мотать колесиком вверх да можно кстати так походу да и не знаю там я думаю что сейчас я пошла поехала да хорошо подождите значит здесь настройки полноэкранный режим отрубаем мне нельзя видеть весь экран и само собой тоже нельзя видеть план тебе можно так настройки полный полноэкранный режим вам же нельзя на это смотреть правильно правильно дорогие дети она продолжает раздеваться роняя в лузку и юбку на пол оставаясь лишь в белых кружевных трусиках и лифчики в конечном итоге она снимает их оказываясь центре комнаты абсолютно голая сравнение с прошлым разом сейчас гораздо легче охватить взглядом всю ее фигуру потрясающее зрелище часа у тебя на уме развратные мысли и так ли не суди меня строго ведь ты раздеваешься прямо у меня на глазах она задумчиво хмурит лоб полагаю для тебя это куда более эротичный чем для меня отчего же она тихонько и беззаботно хихикает что похоже помогает и слегка сбросить напряжение если для тебя это слишком писал я могу вернуться позже нет нет все в порядке просто я немного но ты очень красиво знаешь ли мой искренний комментарий окрашивает окрашивать щеки лили ярко-красным румянцем кисао я слегка улыбаюсь она так мило когда ее за стоит врасплох могу я все же присоединиться а конечно я наклоняюсь вперед и беру ее нежные руки в свои помогая забраться в ванну она ощупывает края ванны и медленно опускается в воду меня перехватывает дыхание когда она ложится спиной мне на грудь вытянув свои ноги между моих я ожидал что она сядет с другого края сделав глубокий вдох чтобы успокоиться я кладу руки на бортик ванны пытаясь сдерживать свои желания учитывая ее достоинства ощущение ее тела прижатого к моему действует весьма расслабляюще и оно должно быть еще сильнее для лили поскольку она чрезвычайно чувствительна к прикосновениям ты предпочитаешь принимать довольно горячую ванну да у хочешь я подалью немного холодной воды она легонько качает головой нет так хорошо ладно беседа внезапно иссякает и наступает тишина весьма долгая и неловкая тишина может это было чересчур не волнуйся все хорошо только ситуация становится еще более неловкой будто пытаясь отвлечься лилия одной рукой поглаживает свои ноги а другой и скромностью прикрывает грудь я сижу лениво глядя на на стену сквозь поднимающийся пар то и дело украдкой поглядывая на ее тело ее белоснежная кожа блестит она продолжает поглаживать свои ноги длина и стройность которых сейчас особенно заметны знаешь по сравнению с акирой ты намного больше похожи на иностранку я унаследовала это от нашей матери акира больше похоже на отца полагаю это все объясняет а каким образом встретились японский бизнесмен и урожденная шотландка мать моя была журналисткой она повстречала отца когда тот был на конференции в инверносе а понятно я думаю что преобладание шотландских генов также может объяснить и твой рост она кивает и я взглянув на нее вздыхаю понимаю всю нелепость ситуации это и правда немного чересчур не так ли однако тебе нравится разве нет в некотором смысле да думаю в конце концов ситуация обернулась довольно неплохо все стаканилось ханака хорошо приняла наши отношения а завтра мы возвращаемся в школу самом деле жаль что приходится уже так скоро у нас все же останутся вспоминания об этом месте воспоминания до полагаю что так посмотрим что будет ждать нас по возвращении ну а пока я лишь счастлив что ты меня любишь и неделями накручивал себя по этому поводу поэтому я рад что все обернулось именно так она кивает прильнув ко мне и мы делимся теплом наших тел не уверен понравится ей это или нет но искушение стремительно начинает брать верх над моим самоконтролем эй лили да как тебе ну произошедшая этой ночью лили в задумчивости замирает прежде чем слегка наклонить голову на ее губах появляется нежная улыбка она заливается румянцем а ее тело расслабляется еще больше этого более чем достаточно чтобы ответить на мой вопрос я киваю в ответ но мысли о прошедшей ночи все вертится у меня в голове не думаю что кто-нибудь стал бы меня судить за это кисао твое сердце так бьется я нежно кладу руку ей на бедро и она обрывает фразу до этого я держался но воспоминания нашей первой ночи заставляют меня сдаться ничего не возразив она прижимается ко мне словно бы это приглашение на которое сложно не ответить я кратким поцелуем касаясь ее шеи и медленно поглаживаю рукой ее гладкие ноги кисао пожалуйста даже произнося это она изгибает губы в улыбке а в ее голосе слышится нечто среднее между смущением и неловким хихиканьем конечном итоге она берет мою руку и направляет к своей правой груди я весьма признателен ей за подсказку которую она охотно мне предоставляет напряжение в ее теле исчезает я продолжаю наслаждаться ощущением ее нежной кожи которая удваивается едва моя другая рука оказывается меж ее ног интересно усиливается ли ощущение от касаний от касаний моих рук из-за отсутствия зрения ведь другие и чувства так прекрасно так прекрасно работают конце концов она кажется получает от процесса удивительно сильное наслаждение это звать вызывает во мне какое-то странное тем не менее приятное чувство проходит всего несколько минут а прежде чем ее тело начинает слегка извиваться а потому как она сжимает губы становится и понятно что она пытается сдержаться я шепот становится все неразборчивый переходя в постанование это заставляет меня осознать что ее извивающиеся на мне тело все больше и больше возбуждает меня самого или я убираю руки предоставляя время ответить сквозь одурманенные чувства кивнув она неуверенно встает и протягивает мне руки чтобы я помог помог вы в ей выбраться из тесной ванны держась за руки мы вылезли из нее в конечном счете я сажусь рядом с ванной и мы еще некоторое время возимся пока не находим комфортное положение с коротким вздохом отчаянно сдерживаем чтобы не быть услышным снаружи она вновь опускается на меня судя по ее движениям лили должно быть уже опять на грани оргазма она обнимает мое лицо ладонями ее язычок скользит мне в рот взрослый 25-летний мужик да надо было нормально вуза кончивать конечно ребята удостоверить шатрат забань антимуру просто так если он в чате сидит бан 30 дней ладно и вместе с она начинает медленно приподнимать и опускать свои бедра я в очередной раз осознаю как сильно возбудился лаская ее кисао кисао несмотря на то что ее затуманенные глаза закрыты то как лили все теснее сжимает мои плечи показывает что она сдерживается из последних сил наше дыхание становится все более и более прерывистым и я ощущаю что тоже стремительно приближаюсь грани несколько резких вдохов служит единственным предупреждением передаю финальным вздохом наслаждения все тело напрягается а ногти впиваются мне в плечи мои бедра прижимаются к ее и мы замираем прижавшись друг другу в оргазме спустя несколько драгоценных секунд все заканчивается лили падает мне на грудь то время как я пытаюсь прийти в себя это было здорово стараясь отдышаться она делает глоток воздуха прежде чем кивнуть в ответ она чуть наклоняет голову чтобы коснуться моих губ легким поцелуем я поглаживаю рукой и и растрепанные волосы и нас снова окутывает блаженная тишина чатик доволен однако медвежата так настройки полноэкранный режим окно теперь теперь можно ребят теперь можно смотрим смотрим забег до станции и поиск наших мест практически пустом вагоне вымотали нас посмотрев на время близкое к полуночи я не удивлюсь тому что в поезде мало народу ханака уснула прямо у лили на плече и мне едва едва хватает сил чтобы продолжать бодрствовать волн волнение которое мы недавно испытывали вероятно этому не способствует я наверное был бы весьма удручен возвращением школу если бы мой мозг еще что-то соображал шатрата утверждает что тебе нужен еще один перекур ты как я тоже прочитал это сообщение шатрата ну как тебе нужен еще один перекур да нет нормально как скажешь но как бы то ни было вид скользящих за окном ночных пейзажей удивительно красив шатрат может быть тебе нужен а ты молодец а а мне нет ребят я видавший вид опытный боец с подобным контентом на самом деле отчасти груст ой ладно все все хватит чернить антимура в чате ребята ладно мы продолжаем сняли напряжение шуточкой продолжаем мой громкий зевок почти полностью загружает стук колес и грохотания старого вагона так устал и чья же это и нахи сам еще и потраливает молодец молодец порой она едва на не пересекая черту между полкостью и шуткой хотя мне все же удается выдавить из себя усталую улыбку я возвращаюсь взглядом как в прозрачном стекле которого едва видно мое отражение по правде говоря она совершенно права если бы не та небольшая интерлюдия несколькими часами ранее у нас обоих было бы гораздо больше энергии добавок ко всему нам пришлось еще раз принять ванну из-за чего мы чуть не опоздали к отправлению поезда да да это моя вина и все же принимать ванну с парнем рискованное занятие несомненно прости кажется я в некотором роде воспользовался ситуацией но не то чтобы я об этом сожалею лили затихает и я вновь оглядываюсь на нее я сужаю глаза потому что замечаю на ее лице румянец и сдержанную ухмылку ее мысли сейчас явно где-то далеко продолжай я осознавала вероятность того что это случится я так и знал у тебя на уме такие же развратные мыслишки как и у меня она поспешно кашляет в кулачок свободной руки кристально ясно выражая свое неодобрение это довольно грубое объяснение правда а как бы ты это назвала это всего лишь здоровое юношеское сексуальное влечение то есть другими словами развратные мыслишки как будто уловив момент ханака что-то тихо бормочет во сне и хмурится у лили на коленях неодобрение на лице лили сменяется ласковой улыбкой когда она принимает принимается поглаживать ханака под длинным темным волосом я могу лишь наблюдать за ними наблюдать с улыбкой на губах если бы кто-нибудь спросил меня в какой момент я влюбился в лили я не смог бы ответить лучший вариант который приходит на ум это просто случилось в какой-то момент но я сам этого не заметил если бы кто-нибудь спросил меня за что я люблю то на этот вопрос мне было бы гораздо легче ответить а ты и правда любишь ханака да она уверенно кивает нежно улыбаясь жаль что нам приходится возвращаться в школу она оказалась такой расслабленный пока мы были в отъезде так нам нужно гаремная концовочка правильно скажем так я верно что где-то есть патч если это как правило 34 ты хорошо изучила да я слышала нет спасибо вот так ну конечно же мы поговорим о ханака но ханак так она я бы не стала беспокоиться благодаря тебе ханака обрела уверенность в себе по крайней мере с тех пор как я познакомился с вами она сам она самокритично вздыхает думаю я лишь предоставила ей компанию и поддержку с тех пор как она познакомилась с тобой она стала намного более открытой даже со мной у меня такое чувство что она преуменьшает свое влияние на ханака особенно учитывая что до того как эти двое встретили друг друга у ханака совсем не было друзей от друзей которые были у меня в прошлой школе я хотел в основном чтобы с ними можно было поболтать случае же ханака или и в отношениях действительно чувствуется нечто большее часть меня завидует этому а другая часть не может отделаться от мысли что учебный год когда-нибудь закончится я не представляю что ханака будет делать после выпускного это путешествие показала мне насколько мы зависим друг от друга в самом деле нам всем придется принимать решение возможно поэтому несмотря на наше возвращение в школу также означающие возвращение к нормальной повседневной жизни я не могу унять в себе небольшое беспокойство в этом есть и светлая сторона в этом есть и светлая сторона совсем скоро после окончания экзаменов начнутся летние каникулы мы могли бы приехать сюда снова во время каникул если захочешь некоторое время пока она думает над идеей ее лицо не выражает никаких эмоций и могу только догадываться о ее отношении ко всему происходящему произошедшему здесь это было бы здорово наверное я улыбаюсь и одобрительно киваю молодец лето вместе слили это лучший вариант каникул который только можно себе представить акт 4 будущее мы ребята конечно же а для него сердечника так нормально ну понимаешь это сказка на деле он умер в первых в первый раз да то есть как бы по чесноку ну то есть трилли нет не нормально поверью он просто умер вот так вот если по чесноку погнали друзья акт 4 а сколько всего кстати потом в меню эти картинки будут говорит рачок 2 Здорово, здорово, урачок Спасибо, что подсказал Я-то думал, где же мне порнокартинок-то найти На вечерок Ах, вот, меню оказывается есть Спасибо, брат Спасибо большое, братан После волнений, связанных с нашей поездкой на Хоккайдо Кажется странным, что жизнь так скоро вернулась в привычное русло Действительно, такое впечатление, что сегодня самый обычный день Как и любой другой Ну, по крайней мере, я на это надеюсь По правде говоря, атмосфера в классе, нет, во всей школе, в школе изменилась Если раньше по классу распространялось лишь тщательно скрываемое беспокойство То теперь, когда экзамены не за горами Это вылилось в ожесточенную изобрежку, которую редко увидишь при других обстоятельствах До начала экзаменов остается один день Это ужасно, что мы, вместо того, чтобы учиться, бездельничали на севере Ведь раньше мы тоже были примерными учениками Если посмотреть на класс, то видно, что даже обычная энергичная Миша Выглядит непривычно опустошенной Она сидит за своей партой, непрерывно вгрызя авторучку Пока мута читает классу лекцию Постойте-ка, если приглядеться, то похоже на то, что она ее... И правда съест! Отрывая взгляд от этого плачевного зрелища, я обращаю внимание на другое Ханака что-то лихорадочно строчит, уткнувшись носом в свою тетрадь Пытаясь, по-видимому, записать каждое слово, которое произносит мута А Сидзуна... Есть Сидзуна, спокойная, как удав Она сидит, старательно конспектируя, полностью сосредоточив внимание на доске По правде говоря, мне стоило бы поступить так же, если бы не тот факт, что я весьма неплохо разбираюсь в том, что мы сейчас проходим Интересно, как дела у Лили? У нее есть голова на плечах, но также у нее очень много забот В отличие от меня Ее обязанности старосты класса, забота о Ханаке и прочих учениках, дополнительные уроки английского Эта девушка и правда берет на себя слишком много Свон колокола возвещает начало большой перемены Виздох облегчения проносится по всему классу, включая мута Мне кажется, он тоже предпочитает непринужденную атмосферу обычных занятий и безумному темпу подготовки к экзаменам, который установился сейчас Хитян Помоги мне Я опускаю веки, ясно давая понять, что намерен делать совершенно противоположное Помоги, помоги, помоги Не справляешься? Хитян, наверняка все будет в порядке, но мне кажется, что я вот-вот умру Неужто я умру, Хитян? Ты позволишь мне умереть от всей этой работы? Как сентиментально, учитывая, что она не является ни самой способной ученицей в классе, ни самой прилежной Нет ничего удивительного в том, что она еле-еле справляется с нагрузкой Миш, извини, но у меня свои дела Вы же с Сидзуны собирались в выходные готовиться, разве нет? Учеба слишком скучна, что вы тратите на нее выходной, Хитян Пройтись вместе по магазинам было намного веселее, не так ли, Сидзуна? И только сейчас я понимаю, что Сидзуна смотрит на нас И похоже, что Мишины руки не переставая двигались все это время Должно быть, я действительно выбит из колеи, раз не заметил этого Почему всех девушек так и тянет пройтись по магазинам? Даже Лили и Ханака пару раз таскали меня с собой Но ты все равно пошел Не часто встретишь парня, который любит ходить по магазинам Ну, мою роль лучше всего описать как вьючный мол Не скажу, что я разделяю твой энтузиазм по этому поводу Вернемся к экзаменам Ты занималась после того, как закончились выходные, да, Сидзуна? Конечно, Хитян Это же логично Готовиться в дни перед... Миша издает звук, отдаленно напоминающий стон умирающей коровы Потому что осознает свою ошибку и просто заваливается на парту Преданная даже лучшей подругой Судя по тому, с каким разочарованием Сидзуна глядит на Мишу Она, вероятно, тоже советовала ей заниматься Не волнуйся, ты все еще можешь нагнать упущенное Если немедленно приступишь к учебе Может быть Миша не очень-то этому рада Кажется, лопнул наш воздушный шарик вечного веселья Жестикулирование Сидзуны прошли незамеченными хандрящей Мишей За что та получила резкий тычок в плечо Но Мише потребовалось лишь мгновение, чтобы прийти в себя О, да А чем же ты занимался на прошлых выходных? Хитя Просто съездил на север с Лили и Ханака Было довольно здорово Я вижу, как они обе, прищурившись, уставились на меня Наверняка думая о каких-то низостях Тут факт, что их подозрения обоснованы Делает ситуацию еще более неловкой Мы просто учились и осматривали достопримечательности Да И больше ничего После такой вопиющей лжи Я понимаю, что это, возможно, была не лучшая идея Учитывая связи Сидзуны и ее несдержанность во время допроса Если она подозревает, что кто-то говорит неправду А, подожди, стой Стой, стой, стой После такой вопиющей лжи Я понимаю, что это, возможно, была не лучшая идея Учитывая связи Сидзуны и ее несдержанность во время допроса Если она подозревает, что кто-то говорит неправду Я действительно не знаю как, но она в конце концов всё равно обо всём узнает И в любом случае, это не её дело С кем я сейчас встречаюсь? И да, мы с Лили теперь встречаемся В то время как Миша с восторженной улыбкой переваривает новости Сидзона в силу своей хладнокровности лишь слегка удивляется С кем бы ты ни встречался, это твоё личное дело Я надеюсь, что вы подходите друг другу Миша бросает взгляд, говорящий, что это всё, на что я могу от неё рассчитывать На самом деле, это всё, чего я хотел Однако после всего сказанного, Сидзуна начинает жестикулировать что-то ещё Но затем останавливается и качает головой Миши, чтобы та не переводила Обычно этого казалось бы и так достаточно Но неуклюжий жест, которым Сидзуна отмахивается, утаскивая за собой Мишу Только добавляют всей этой картине странности Сидзуна не из тех людей, что бегут от разговора Или начинают его как следует не обдумав На их странное поведение я лишь пожимаю плечами И смотрю в сторону места Ханака Но её там нет Несомненно, она была здесь Так что я думаю, что она просто не захотела ждать Тогда пойду добывать еду один Направляясь по коридору в сторону неиспользуемой комнаты Которая стала вторым домом для трёх учеников Я мрачца смотрю на обёрнутый в целлофан овощный рулет И пакетик сока в руке Еда из школьной столовой ну ни капли не аппетитная Видимо, стоит считать это расплатой за мою недавнюю невежливость Открыв дверь, я вижу на одну молчаливую фигуру меньше, чем ожидал Это странно, несмотря на то, что я знаю Лили несколько месяцев Я не могу не вспоминать самый первый раз Когда я открыл эту дверь и увидел её Безмолвно сидящую в лучах солнечного света Так же, как и в тот раз, она медленно открывает глаза Неподвижные, как и её фигура И спокойным голосом обращается ко мне Доброе утро, Хисао Уже день, полагаю Ханака не заглядывала? Я даже не успел заметить, как она выскочила из класса Лили задумчиво покачивает голову на ладони, пока я сажусь Мой портфель занимает место рядом с ножкой стола, а не аппетитная еда на столе передо мной Она заходила ненадолго, сказала, что готовится к предстоящим экзаменам и ушла в библиотеку Мы оба не очень-то верим её словам Ну, по крайней мере, её намерения направлены в нужное русло Она милая, но ей не нужно заходить так далеко, что позволит нам остаться наедине Я бы могла как-нибудь поговорить с ней об этом Было бы неплохо Какое-то время мы спокойно кушаем Лили помалу откусывает от бутербродов и потягивает чай, пока я ем нечто, напоминающее на вкус завёрнутый в сухое тесто винегрет В атмосфере ощущается некоторая напряжённость Ни один из нас не знает, что бы такого сказать теперь, когда наш краткий разговор иссяк Мы заканчиваем есть в молчании, которое повисает ещё на некоторое время В конце концов, мягкий голос Лили нарушает воцарившуюся тишину Сколько всего случилось? Да? Тишина Снова Мы думаем об одном и том же, однако мне кажется, что я уже разобрался в своих чувствах по этому поводу Я знаю, что всё произошло несколько неожиданно, но Я не жалею ни о чём, что произошло на Хоккайдо Ни о чём Хисао Немного волнуюсь, я беру её за руки За руки Отчасти для того, чтобы почувствовать её тепло Отчасти, чтобы совладать собственным волнением Я сдержу данное там обещание, Лили Я люблю тебя, и я тебя не оставлю Я лишь желаю взаимности Она молча размышляет в течение длительного времени, которое кажется вечности подобно Придя к какому-то решению, она высвобождает свою руку И кладёт её поверх моих, после чего наклоняется вперёд И встаёт из-за стола После секунды колебаний она со слегка задумчивым выражением лица На краткий миг находит мои губы своими Я чувствую, как мой разум в этот миг отключается Едва осознавая, что Лили садится обратно на свой стул Улыбаясь мне в ответ с лёгким румянцем на щеках Я очень счастлива слышать это, Хисао Была бы рада остаться с тобой Возможно, было бы неплохо слегка сбавить темп Надо ведь ещё сдать экзамены, могу учить школу Она озорно хихикает, что оказывается весьма заразительно Это действительно неплохая идея Думаешь, хорошо сдать экзамены? Как ты говорил, остался всего лишь один день Вероятно, я должен был учиться прилежнее Но думаю, у меня достаточно светлая голова, чтобы справиться Так или иначе, мне пришлось отбиваться от Миши и Сидзуны Твой класс так же переживает из-за экзаменов, как и мой? Она глубоко вздыхает, всем своим видом подтверждая это К счастью, обстановка немного разряжается Думаю, да Ко мне уже обратили за помощью двое одноклассников А дальше, наверное, будет и больше Может, тебе стоит думать об этом, как о своём первом учительском опыте? А что? Весьма неплохая идея Кстати Кстати, как далеко ты продвинулся в изучении английского? Насколько я помню, этот предмет не из тех, которые тебе легко даются И несколько запомненных тобой фраз в разговариваю с моей мамой вряд ли могут тебе помочь Чёрт, в яблочко Ты меня раскусила Если не сложно, не могла бы ты мне с этим помочь? Пожалуйста Я буду рада помочь тебе, Хисао Но взамен Она опускает брови, кокетничая Без проблем Всё же тебе, наверное, не помешает небольшая помощь в учёбе Она улыбается, одерживая одну из тех девичьих побед, которые заставляют меня краснеть У меня такое чувство, будто она знает, как использовать своё лицо, чтобы управлять моим мнением Так что мне, вероятно, стоит быть ничеку Хотя объединиться для совместной подготовки вполне разумный способ помочь друг другу подтянуть знания Звон колокола напоминает нам, что время не стоит на месте Ага, ланч уже закончился Да уж, здесь легко потерять счёт времени Эта комната удалена от разных кружков и прочей деятельности Поэтому не так много звуков сюда долетает Наверное, в этом и кроется основная причина Удалённая от всех местечка, где она может провести время наедине с единственным человеком, которого любит Пока Лили встаёт и собирает свой портфель и трость, мои мысли возвращаются к тому времени, что мы провели на Хоккайдо Да, чуть не забыла Мы с Акерой устраиваем в моей комнате вечеринку по случаю возвращения домой Ты сможешь прийти? А теперь опять переключаются на неё Я совершенно свободен, так что смогу ради этого выкроить от учёбы немного времени Приятно слышать, Исао На всякий случай хочу сказать, что я рад твоему возвращению в Шотландии Как только закончатся экзамены, у нас появится больше времени на самих себя А там и каникулы не за горами Мы можем начать каникулы с Танабаты, как и собирались на школьном фестивале Она подносит руку к щеке и немного нервно смеётся, вспоминая эти события А я молча благодарю себя за то, что мне удалось это вспомнить Странно, что она так реагирует на эти воспоминания, хотя и я и раньше видел, как она смущается Я пойду, пожалуй До свидания, Исао Пока Повинуясь ли привычке или просто упрямому желанию внести хоть один элемент обыденности Я поднимаю руку в прощальном жесте Как я это обычно делаю По крайней мере сейчас я делаю это осознанно Думаю, я начинаю видеть более полную картину, нежели ранее И не только того, что касается отношений с Лили, но и всей моей жизни Цепи моего прошлого наконец-то ломаются Так, у меня надо настройки Так, конечно, свет включу Да, давай Мне надо зачекировать кое-что Так Ох Спасибо за эмоции Так артистично читал, говорит виш-мастер Вот Даже так И от Рустоса Нужно больше Лили, говорит Рустос Рустос очень Лили нравится Рустос, куда больше Лили, объясни мне Там вертикальный предел Лили Очень много Лили Да А в общем и целом Сейчас, секунду О, нифига, как прикольно Ау Вот это мы все видим, да Прикольную штуку вы видите Значит Ща-ща-ща Ща-ща-ща-ща-ща Подождите, сейчас все будет Мне надо поправить Спасибо большое виш-мастеру Рустосу за поддержку Палево, так там, ну в смысле Хотите, еще покажу А смотри на здоровье Вот так вот выглядит Топ-доната на хот-гейме Есть Есть, я миллионер Смотрите, от Дайера есть поддержка Чуваш, так, да Джоша в студию крикерочек есть Руки трясутся Нет, почему Я же опытный операци... Опытный кулинар И не такое умею готовить Так Полноэкранный режим Погнали, уважаемые Далее Идя по теперь уже чуть более знакомому коридору женского общежития Я слышу негромкий смех Раздающийся откуда-то спереди На то, чтобы определить, что смех доносится из комнаты Лили Не требуется много времени Хотя глубокий тембр женского голоса явно принадлежит не ей Моей сестре Я, как всегда, трижды стучу в дверь Едва я убираю руку, как дверь распахивается Эй, кисао Эгегей, привет, Лили, Ханака Ханака нерешительно поднимает глаза Ее руки утопают в огромной розовой ночной рубашке Сидящая рядом с ней Лили Поворачивается на звук моего голоса и улыбается Было бы наглой ложью сказать, что мне не нравится то, как она выглядит в этой пижаме Я замечаю, как Акира косится в мою сторону и понимающий улыбается На что я отвечаю резким взглядом Она понимает намек, пожимает плечами и отходит к низкому столику в центре комнаты Когда я подхожу, чтобы присоединиться к ней Лили приветливо кивает в ней и начинает наливать чай в чашку Рад снова тебя видеть, Ханака А то в последнее время ты куда-то пропала Лили выглядит предельно собранной, наливая чай в чашку Отмеряя уровень жидкости мизинц Кажется, Ханака взяла вспомогать одной ученице из вашего класса с крошком журналистики Наоми, кажется Ханака утвердительно кивает Даже проведя в классе около двух месяцев, я до сих пор лишь с трудом могу припомнить именно тех учеников, с которыми редко общаюсь Требуется определенное умственное усилие, чтобы увязать имя с лицом Но в конечном счете мне удается лишь вспомнить девочку, сидящую рядом с Ханако в конце класса Наоми Иноуэ Уэ Иной И все Сложнее, что Окей Довольно обычная девушка, за исключением милированных волос Учитывая ее оптимистичную и непосредственную натуру Наоми, возможно, навязала Ханако вступление в свой кружок Когда та интересовалась тем, как вступить в один из них В любом случае, приятно видеть, что Ханако расширяет кругозор Когда я впервые ее встретил, мысль о вступлении в какой-нибудь кружок с кем-то кроме Лили Показалась бы совершенно смехотворной И это объясняет, почему ты была столь занята Тебе там нравится? Это довольно интересно Ханако, как всегда, не очень многословна Некоторые вещи никогда не меняются И кажется, характер Ханако – одна из них Она, вероятно, всегда будет уклоняться от развернутых ответов Со стороны стола раздается позвякивание посуды Лили осторожно ставит передо мной на стол чай Я благодарю ее и делаю большой глоток Ханако и Лили тоже принимаются пить А Акира осушает чашку ароматного черного кофе Ты счастливчик, Хисао А? Я не могу не покривиться в ответ на ее дразнящую улыбку Заметную с боков от прижатой губам кружки А ведь моя сестра в пижаме Думаю, множество мужчин хотели бы оказаться на твоем месте Не то чтобы я собирался в этом признаться, но я видел гораздо больше, чем сейчас А Акира Хей, я просто дразнюсь Она наклоняется ко мне настолько близко, насколько возможно, шепча с хитрой улыбкой на лице И Ханако тоже Ты извращенец Эй, это была ее идея Эм, я... Мы переводим взгляды на Ханако Опустившую лицо и мнощую руками ночную рубашку Если это Хисао, я не против Эх, это может плохо закончиться Я знаю, Ханако слишком уж невинно, чтобы озаботиться чтением о подобных вещах Но выражение, с которым Акира смотрит на меня, положительно предвещает бурю Акира, пожалуйста Кажется, Лили способна улавливать внезапные изменения ауры Акиры Столь же ясно, как я Даже не видя этого Кстати, лицо изменилось, заметить Акира, я только что заметил Акира отводит от меня взгляд, как собирающаяся напасть собака в последний момент А дернутая поводком хозяина Я облегченно вздыхаю Я не могу представить более подходящего момента, чтобы постараться изменить тему Если не возражаешь, Акира, то я хотел бы спросить Кем ты работаешь? Никогда не видел тебя в чем-то, кроме этого костюма Разумышляешь, чем бы заняться после окончания школы, да? Я юрист По большей части я работаю в юридическом отделе японского отделения нашей семейной компании Полагаю, это самый скучный из возможных ответов Закон довольно неинтересная тема для большинства людей Как-то так, ага Эй, ты не должен был соглашаться Лили принимается весело хихикать, держа чашку и блюдца Вскоре к ней присоединяется Ханака Этой дружеской атмосферы мне не хватало, пока Лили и Акира были в отъезде Чтобы я не пытался сделать для Ханака, это не помогало Насколько я полагаю, из-за того, что отсутствие самой Лили изменило общий настрой Как приятно снова оказаться здесь Я скучала по тебе, Хисао И по тебе, Ханак То же касается и вас двоих Полагаю, твои одноклассники были рады снова тебя видеть В некотором смысле, да Насмешливая в пырканье Акиры показывает, что она хорошо знает об отношении Лили к таким фигурам речи Полагаю, так и должно быть, учитывая, как долго они жили вместе Вы весело провели время в Шотландии На мгновение я удивляюсь, почему она спрашивает Ведь с момента их возвращения прошло достаточно много времени Но затем я вспоминаю все, что произошло У нас просто не было времени, чтобы оглянуться назад Как из-за экзаменов, так и из-за поездки на Хоккайдо На лицо Лили на мгновение падает тень И от меня не укрывается тот факт, что в первую очередь Акира смотрит на сестру Тем не менее, она быстро берет себя в руки Все было прекрасно Я... мы долго не видели свою семью, так что это было замечательное воссоединение Ага, думаю так Хотя самое лучшее, что там было, это их дом на берегу моря По ее пренебрежительному тону я чувствую, что Акира не настолько сильно привязана к родителям, как Лили Тебе понравилось только это, лишь потому, что у тебя наконец-таки появилось время попалить дурака Просто потому, что я лучший пловец Я просто не унаследовала семейную черту Спортивное телосложение Вот и все Не отчаивайся Зато тебе перепали гены высокого роста И гены бюста Не слишком тактично обсуждать подобные вещи в присутствии других людей Хоть Лили и притворяется, что ругает Акиру Делает она это с неповторимой, чуть-чуть самодовольной улыбкой Судя по беспечному выражению лица, сомневаюсь, что Акира восприняла все всерьез Сидящая рядом со мной Ханака опускает глаза и обильно краснеет Но, если отставить шутки сестер в сторону Их родители и правда ведут образ жизни буржуа Он категорически отличается от того образа жизни, который Лили и Акира вели до настоящего момента Полагаю, их прагматичность взяла вверх Все же тот факт, что она вышла из такой богатой и состоятельной семьи Только усиливает и без того благородную атмосферу, окружающую Лили Удивительно, что подобное не распространяется на Акиру Они похожи друг на друга настолько, насколько вообще возможно Кажется, что их единственное сходство... Они не похожи друг на друга настолько, насколько это вообще возможно Кажется, что их единственное сходство самоуверенность, которая может быть привлекательной, а может быть и источником неприятностей Большая часть вечера проходит в том же ключе. Ханака в конечном счете оставляет меня наедине с сестрами Сата и уходит к себе в комнату. Некоторое время тишину нарушает только едва слышимые звуки позвякивания чайной чашки и блюдца Лили, когда она делает очередной глоток. Молчание несколько напряженное, потому что мы с Лили готовимся поднять тему, которую избегали весь вечер. Итак... Лили покорно ставит чашку, уделяя все внимание сестре. Мы с Лили сидим по одну сторону стола, а Кира по другую, подобно судье, оглашающему приговор. Я слышала, что вы встречаетесь. Я кашусь на Лили, чтобы убедиться, что именно она является источником этих знаний. Она слегка кивает Акире, и я в подтверждение повторяю ее жест. Решая, что это верное время и место, а также, что Акира самый близкий родственник, большую часть жизни Лили, я низко кланяюсь, положив перед собой руки на пол и склонив голову почти до этого же уровня. Я буду заботиться о твоей сестре, Акира, и я тебе обещаю. Видишь? Он хорошо воспитанный молодой человек. Она, должно быть, услышала мой голос, исходящий из более низкого положения, чем обычно. Я медленно поднимаюсь в нерешительности, глядя на Акиру. По правде говоря, я очень сомневаюсь, что мое ходатайство к судье вызовет протест. Она из того типа людей, которые не скрывают свое неодобрение от окружающих, что придает ей уважение в моих глазах. Старомодный, да? Ну, я догадалась, что такой человек тебе должен был понравиться. Я не вижу в этом проблемы и желаю вам обоим удачи. Так или иначе, а даже если бы он мне не нравился, то я ничего бы не смогла с этим поделать. Я благодарно киваю за столь высокую оценку, а Лили с облегчением вздыхает. Скорее для профоромы, нежели из-за искренней веры, что у Акиры с нами могли возникнуть проблемы. А вот хотела спросить, как это воспринимают остальные члены семьи, и в особенности та, что учится в Ямако. Ты говорила с ней? Улыбки на наших лицах оборачиваются гримасами, а Акира злобно ухмыляется. Близкие люди лучше всех знают наши самые больные места. Смирилась с этим? Точнее всего описывать ситуацию. Ты согласен, Хисао? Да, похоже на то. По крайней мере, она вполне рассудительна в подобных вопросах. Рада слышать. Иногда с этой девчонкой хлопотнее берешься. Мы обменялись сообщением в течение поездки и сразу же после нее. И она сразу начала укорять меня за то, что я в первую очередь решила увидеться со своим парнем, а не с Хидаки, которого так надолго оставила. Она и вправду заботится о пареньке. Я вспоминаю странную реакцию Сидзуны на сообщение о наших отношениях, но решаю не поднимать этот вопрос. Без сомнения, это просто порождение взаимной антипатии, и замечание Акиры является тому подтверждением. Ладно, этот вопрос уладили. Завтра на работу ни свет ни заря, так что мне пора идти. Она кряхтя поднимается из-за стола, оперевшись рукой в колено. Я замечаю, что глаза Акиры задерживаются на Лиле на пару секунд, прежде чем она отворачивается и начинает собираться. Выйдя за дверь, она замирает и окидывает нас задумчивым взглядом, прежде чем напоследок обратиться к нам. Ах да, чуть не забыла вам сказать. Предохраняйтесь, каждый раз. Вот, молодец. Молодец, Акира. Я едва не захлебываюсь чаем, в отличие от меня, Лиле прекрасно держит себя в руках, поскольку выглядит совершенно спокойной, и я впечатлен. Конечно, не беспокойся. В смысле? У тебя всё было под... Ах, ты хитрая планировщица, 3000. Вы представляете, как? Какая многоходовочка. А ты думаешь? Вообще, просто... Меня поимели. Просто... Просто поимели, только что, жестоко. Ладно, ладно. Во всех смыслах, ну да. Умничка. Замечательно. На этом она разворачивается и с высоко поднятой рукой выскальзывает из комнаты, исчезая в темноте коридора и закрывает за собой дверь. После общения с ней я чувствую себя совершенно опустошённым, и единственное, на что меня хватает, обессиленно повалится на стоящий передо мной стол. Способность Лили сдерживать этого дьявола в женском обличье вызывает восхищение. Она невероятно бесцеремонная. Не думаю, что я когда-нибудь смогу потягаться в энергичности с твоей сестрой. Я чувствую, как Лили кладёт свою тёплую руку поверх моей. Повернув голову, я встречаю её мягкую улыбку. Некоторое время мы просто молча сидим рядом. Учитывая, какая она высокая, можно предположить, что мы с ней практически одного роста. Пожалуй, она даже на пару сантиметров выше. В таком положении она кажется ещё выше меня. Приятно чувствовать тепло её нежной бледной руки поверх моей. Так же, как и разглядывать её тонкую шёлковую пижаму, совершенно не скрывающую изгибы её тела. Вы хорошо ладите, что бы ты там ни говорил. Наверное. Знаешь, у вас гораздо больше общего, чем я думал поначалу, когда только встретил вас. Тогда хорошо, что я пленила твоё сердце раньше, чем ты решил за ней предударить. Да. Хотя она и шутит по этому поводу, моя оценка собственной неспособности держаться наравне с Акирой, ни морально, ни физически, была вполне серьёзной. Спокойный и благовоспитанный, почти материнский характер Лили, возможно, единственное, что помогло мне в первой неделе моего пребывания в Ямаку. Кстати говоря... Постой. Когда это мы с тобой предохранялись? Я бросаю вопросительный взгляд в её сторону, а Лили надувает щёки и ворщиво мне отвечает. В отличие от тебя, я помню об этом. Упаковка находится в шкафчике рядом с раковиной. Значит, не только я принимаю табуретки. Оглядываясь в прошлое, я чувствую себя неудобно из-за того, что забыл об этом и оставил решение... Я оставил решение этого вопроса Лили. Оглядываясь на шкафчик, о котором она говорит, я снова обращаю внимание на горы книг вокруг нас, которые лежали здесь и в прошлый раз, когда я тут был. По большей части они выстрелились вдоль стен, чтобы освободить немного места вокруг стола. Почему ты не повесишь книжную полку для своих книг? Странно видеть в такой... Странно видеть в такой в целом опрятной комнате, сваленной в груду книги. Так мне легче их искать. Я точно знаю, в какой стопке находится та или иная книга. Но разве ты не будешь этого знать после того, как расставишь их по полкам? Вполне возможно, но... Значит, у нее все же случаются приступы Лени. У тебя их так много, что даже немного обидно, что мы не можем делиться друг с другом нашими книгами. Хотя оба много читаем. С ее губ срывается короткий смешок. Кстати, почему ты заказываешь книги у Юка? Мне кажется, есть множество сайтов, через которые можно заказать книги на Брайле. Особенно на английском языке. Также существует множество программ для преобразования текста в речь. Она немного отстраняется от меня, чем немного меня удивляет. Я просто не очень ложусь с компьютерами. Я умею обращаться с пишущими машинками со шлептом Брайля, но это все. Интонация, с которой она произносит эти слова, заставляет меня улыбнуться. Она гордый человек, и признаваться в чем-то подобном нелегко. Значит, Лили не любитель высоких технологий. Учитывая ее старомодный характер, это неудивительно. Не переживай. С ними много, кто не очень хорошо ладит. Так что ничего такого необычного. Такого необычного? Теперь она еще сильнее расстроилась. Кажется, я делаю ей только больнее, вместо того, чтобы успокоить ее. Немного смущаясь, я пододвигаюсь ближе, нерешительно кладя руку ей на талию, чтобы приобнять ее. Я все еще не привык к такого рода близости, но Лили, кажется, это нравится. Лили улыбается, поворачиваясь ко мне лицом, и поцелуем вознаграждает меня за мой жест. Она притягивает меня к себе, касаясь моей верхней губой своей, прежде чем впиться обеими губами. Все мои чувства заполнены ей. Едва заметный аромат ее волос, ее вкус, ее язык, мимолетно касающийся моего. Нежность ее губ, ее образ заполняет мой разум. Стоит абсолютная тишина, в которой слышно только ее дыхание. Мы с ней целовались и прежде, но, хоть этот поцелуй просто из взаимного влечения, все же ощущения новые и приятные. Судя по тому, как пылают ее щеки, когда она отстраняется, ясно, что она чувствует то же самое. Но пусть мы здесь совершенно одни, все же нам немного неловко так сильно открываться друг к другу. Думаю, лучше всего, если мы будем двигаться постепенно. День за днем, маленькими шажками, да? Да, не торопясь. У нас достаточно времени, чтобы быть вместе даже после окончания учебного года. Пока мы вместе, думаю, все будет в порядке. В конце концов, пока никто из нас никуда не собирается. Сейчас я благодарен за короткое мгновение, которое мы можем провести вместе. Кажется, будто я неподвижно стою перед медицинским кабинетом уже минут десять или около того. Это не потому, что я никогда раньше не был в этой небольшой комнате с бежевыми стенами. Не потому, что испытываю детский страх перед ее посещением. Возможно, это потому, что посещение медицинского кабинета сродни исповеди, как подтверждение того, что мое тело имеет изъян. Осознание того, что этот факт совершенно конфиденциален, несколько уменьшает это чувство. Вспомнив о том, что скоро прозвенит колокол, означавший окончание большой перемены, я со вздохом открываю дверь. Пора сбросить с плеч эту ношу. Вы только гляньте, неужто это Накай? Рад тебя видеть. Или наоборот, не рад, учитывая, что я медицинский работник. Он усмехается в собственной остроте, его шутка не очень-то веселая, да и не к месту, но то, что он таким образом старается разрядить обстановку, пожалуй, расслабляет или по меньшей мере отвлекает от мрачных мыслей. Отставив шутки в сторону, он хлопает в ладоши и приступает к делу, повинуясь его жесту, и я сажусь. Вот бы в классах стулья были такими же удобными, я чувствую, что не могу сосредоточиться. Не могу сосредоточиться. Глаза быстро осматривают комнату, сбитые с толком многочисленными небольшими изменениями, произошедшими с последнего моего визита сюда. Итак, что тебя привело сюда? Я давно тебя не видел, поэтому предполагаю, что до сих пор у тебя не было проблем, что у тебя не было проблем со здоровьем. Ну, в основном. Ясно. Когда я замолкаю, его улыбка меркнет. Я чувствую себя слегка виноватой. Это один из тех моментов, когда я при всем желании не мог бы назвать себя нормальным, и из-за которых я с такой неохотой посещаю медицинский кабинет. Они как признание того, что я отличаюсь от всех остальных. У меня были некоторые проблемы с сердцем, когда я был в отъезде. В выходные. Он серьезным видом хмыкает и кивает, чтобы я продолжал. Кажется, это произошло... Точно, это произошло после достаточно долгой прогулки. Думаю, правильно будет это назвать трепетанием предсердий. У меня вдруг подкосились колени, и я почувствовал себя так, будто у меня случился небольшой сердечный приступ. Но все прошло через полминуты. Но после этого я все же чувствовал себя сильно уставшим, и меня подташнивало. Ммм... Нехорошо. Совсем нехорошо. Сколько точно дней назад это было? Делал ли ты что-нибудь необычное перед этим? Помимо большой физической нагрузки, ты принимал положенные тебе лекарства? Фельдшер превращается из неуклюжего шутника в серьезного медицинского работника, задавая один за другим вопросы, делая пометки и что-то выводя на дисплей своего компьютера. Я рассказываю ему о том, что забыл принять лекарства тем утром и накануне вечером. Это была глупость, но теперь я ничего не могу изменить. Мне остается лишь честно признаться и не падать духом. Он хмурится и без этого превращается в экспресс-обследование. Я заканчиваю застегивать свою рубашку, и фельдшер снова жестом усаживает меня перед собой. Проблемы с сердцем у тебя возникли впервые после прибытия в Ямаку? У меня раньше были непродолжительные боли в груди. Всего-то пару раз, но они вызывали лишь легкий дискомфорт, и до подобного еще не доходило. Он откидывается в кресле, смахивая надетого... Наодетого в белое пальто Пуаро, обдумывающего загадочное дело... Он откидывается в кресле, смахивая надетого в белое пальто Пуаро, обдумывающего загадочное дело о трепетании предсердий. Двигая губами, он словно показывает, что размышляет, и, пошевелив несуществующими усами, наконец озвучивает свое заключение. Ну, ты это пережил, что уже хорошо. Шатрат говорит, и я напился, не принял лекарств и начал вести половую жизнь. А так вроде ничего. Я удивленно моргаю, но затем замечаю, что фельдшер надел маску. Ну что, попался? На самом деле, это несколько обнадеживает. Я не думаю, что он стал бы шутить, будь мой случай, так уж серьезен. Так что я храню молчание и готовлюсь получить нагоней. Я поговорю с твоим врачом, но пока я подозреваю, что это просто из-за физической нагрузки. Регулярно ли ты выполняешь те легкие упражнения, которые я подписывал тебе делать? Я не забываю прогуливаться каждый день в разумных пределах, конечно. Обычно этого оказывается достаточно, чтобы слегка вспотеть, что, естественно, ведь я сейчас не в той форме, что прежде. Тогда этого должно быть достаточно. Главное заключается в том, что не забывать выполнять регулярные и несложные упражнения, но ни в коем случае не загонять себя кратковременными чрезмерными нагрузками. Я понимаю. После выхода из больницы я был гораздо более сосредоточен на учебе, отчасти и из-за того, чтобы отвлечься от неспособности к занятию спортом. Приятно слышать, что ты успешно с этим справляешься. Внезапные изменения образа жизни могут тяжело даться и в лучшие времена. Так что я рад, что у тебя, исходя из твоих слов, все в порядке. Почти все. Однако я хочу пристально понаблюдать за тобой некоторое время из чистого интереса, просто чтобы убедиться, что тебе не становится хуже. Вот этого я действительно не хотел бы слышать. Все, чего я хотел, начиная с моего прибытия в Ямаку, жить настолько обычной жизнью, насколько это возможно. Наблюдение. Одно из тех слов, которые я возненавидел во время пребывания в больнице. Мне казалось, что если бы не эти наблюдения, которые без конца проводили врачи, я давно бы уже выписался из нее. Конечно. Конечно. Мне придется приходить сюда чаще. Мне придется приходить сюда чаще. Он сверяется с календарем рядом с компьютером и хмурит брови. Затем вновь поворачивается ко мне. Летние каникулы немного хлопотны, учитывая сезон. Я проконсультируюсь с твоим врачом, чтобы попытаться найти наилучший выход из сложившегося положения и выслушаю его рекомендации. Но думаю, на данный момент ты должен просто никуда не спешить и быть осторожным. То, что ты описал, не похоже на рецидив, но на некоторое время не повешает сбавить обороты. Просто, чтобы в этом убедиться. Что я должен буду делать сегодня? Он смотрит вверх моего плеча на висящие над дверью часы. Я бы ни за что не заметил их, если бы не проследил за его пристальным взглядом. Уроки уже почти закончились, так что ты можешь просто уйти пораньше. Он хитро мне подмигивает, давая понять, что делает мне одолжение. Ну, раз так говорит медработник, спасибо. В конце концов, для того я здесь и нужен. Я знаю, что ты, возможно, не захочешь этого слышать, но ты не можешь игнорировать свое состояние. Не стесняйся навещать меня при возникновении даже малейших проблем или желания о чем-то спросить. До свидания. Он отворачивается и начинает что-то печатать на клавиатуре компьютера. Думаю, я просто почитаю, а потом пойду ждать Лили у ворот, учитывая, что делать мне больше нечего. Даже когда я ухожу, его слова эхом раздаются у меня в голове. Мое состояние не настолько ограничивает меня, как некоторых других здесь, в Ямаку, и... и я не хочу обременять Лили мыслями об этом. Если я буду просто жить обычной жизнью и избегать стрессовых ситуаций, со мной все будет в порядке. Я не позволю моему состоянию управлять мной. Я замечаю Лили вскоре возле того, как раздается звон колокола, возвещающий окончание занятий. Прежде чем отправиться в еженедельное путешествие до магазина, она прощается с одноклассниками, идущими в другом направлении. Добрый день, Лили. Заметив мое присутствие, она заметно расслабляется, а на ее лице появляется теплая улыбка, которая оказывается как нельзя кстати. Привет, Хисао. И тебе доброго дня. Секунду она колеблется, но в конечном счете все же решается податься чуть вперед, прикрыв глаза. Мои губы с некоторым трепетом встречаются с ее губами. Прежде чем мы отправляемся на прогулку, взявшись за руки. То, что мы примерно одинакового роста, время от времени может оказаться полезным. Никому не приходится поднимать или опускать голову. Чтобы оставить далеко позади шум других учеников, не требуется много времени, и единственным звуком остается постукивание трости в свободной руке Лили. Тишина. Блаженная тишина. Единственное, что окружает нас, пока мы медленно идем в свете заката. Мне кажется, я начинаю любить этот город. Огромные зеленые холмистые просторы, повсюду деревья, небольшие домики. Значит, ты тоже начал ценить его спокойствие? Думаю, да. Я приехал из мегаполиса рядом с Токио, так что, попав в атмосферу спокойствия этого городка, я словно оказался в другом мире. Но спустя некоторое время это начинает нравиться. Теперь я бы ни за что не променял его надавку и смотоху родного города. Хоть мне и раньше нравились такого рода тихие сельские города, я успела насладиться жизнью в умиротворенной местности еще в детстве. Задолго до приезда сюда. И Ханака говорила, что тут очень красиво. Лилия, может, такие слова даются легко, но я испытываю замешательство всякий раз, когда она упоминает, как другие описывают окружающие ее достопримечательности как великолепные или красивые. По Велицу я замечаю, что она ждет какого-нибудь вопроса. Она всегда чувствует, когда кто-то что-то недоговаривает, так что мне лучше высказаться. Я просто пытался представить, как бы лучше сказать. Ты когда-нибудь сожалела о том, что не можешь видеть, как все выглядит? Просто подумалась. Она какое-то время тщательно размышляет над ответом. Ты когда-нибудь жалеешь, что не можешь слышать людей, шепчущихся в другом конце комнаты? Я могу говорить только за себя, но окружающие вины всегда воспринимала только в отрыве от зрительных образов. Так же, как я не могу делать что-то, доступное тебе, так и ты не можешь делать что-то, что могу я. Факт, что мир создан для тех, кто способен видеть, порой огорчает. Но есть много-много людей, которые страдают намного больше, чем я, потому что так уж устроен мир. Понятно. Но тем не менее, неудобно описывать тебе что-то, что ты не можешь воспринять. Она недоуменно наклоняет голову, как будто я только что сказала что-то бессмысленное. Но я могу это воспринять. Ты только что сказал, что здесь тебе нравится из-за обстановки. Мне тоже нравится тут по этой причине. Благодаря тому, что это небольшое городишко, окруженное деревьями, это позволяет расслабиться и отдохнуть от школьного шума и городской суеты, не говоря уж о запахах. А так же, полагаю, напоминает дом, в котором она жила с Акирой. Ее точка зрения кажется разумной, и я не удивлен, что она гораздо лучше справится со своей инвалидностью, чем я со своей. Так же, как и приезд из местности, напоминающий Ямаку, позволил ей быстрее привыкнуть к обстановке. Врожденная слепота, по ее признанию, повлияла на ее жизненную позицию. Мне тоже стоит перестать так беспокоиться по этому поводу, но я никак не могу отделиться от ощущения, что нахожусь в слишком сильной зависимости от Лили, учитывая обстоятельства, к которым многим пришлось привыкнуть в Ямаку. Вполне логично, ты как всегда очень хорошо объясняешь. Кстати, не знаешь, где Ханака? Она же была с нами во время ланча. Кажется, она очень снята учебой, до окончания экзаменов еще далеко, и она кажется, что она сказала, что хочет сдать их лучше, чем в прошлом году. Хотя ее прилежность и бахвальна, но в последнее время она чересчур усердно старается предоставить нам возможность побыть наедине. Думаю, такой же она человек, всегда ставит интересы других выше своих собственных. Она милая девочка, несмотря на пережитую в прошлом по таргете. Не знаю, кажется, что только сейчас, когда она отдаляется от меня, ей наконец-то удается по-настоящему найти себя. В конце концов, это благодаря тебе, а не мне, она стала более уверенной в себе. Я освобождаю свою руку из ее и мягко кладу ей на голову. Важно, что ты была рядом с ней. Даже не могу представить, что бы она делала, если бы не нашла такого человека, как ты. Это стало очевидно, пока ты была в Шотландии. Мы все же друзья, так что мы просто должны верить в нее. Я считаю, что она станет хорошим человеком и во многом именно благодаря тому, что ты поддерживаешь ее, когда она больше всего нуждалась в этом. Так же, как и меня. Я чувствую себя маленькой девочкой, когда слышу от тебя такие мудрые слова. Ну, а я стараюсь. Ты случайно ничем не занята в выходные? Вроде нет. А что? Тогда как насчет свидания в воскресенье? Хоть от экзаменов отличемся. Успокаивая мое быстро бьющееся сердце, она просто улыбается и кивает. Это было бы замечательно. Куда бы ты хотела пойти? На ее лице мгновенно появляется тень неодобрения. Ты не должен так поступать, Хиса. Это нечестно. Нечестно что? Джентльмен никогда не должен спрашивать даму, где проводить свидание. дамы. Она поспешно улыбается, стараясь убедить меня, что это была просто шутка. Не беспокойся об этом. Я подумаю, куда бы могли пойти. Тогда я предоставляю это тебе. Обещаю, что в следующий раз выбор все же сделаю я. Определившись с планами на выходные, остаток пути мы идем в тишине. Надежда на то, что это будет продолжаться еще некоторое время, однако бесследно тает, когда я замечаю знакомую фигуру, ожидающую нас с высоко поднятой рукой. Здоров! Спасибо. Приходите еще. Перепад температуры на выходе из магазина вызывает у меня озноб. Такое впечатление, что лето начинает постепенно сходить на нет. Я смотрю вбок, но на Лиле... Я смотрю вбок. На Лиле, кажется, она испытывает схожие чувства, но в отличие от меня, ей не удается скрыть этого. Раньше я не замечал, насколько она хрупкая, даже по сравнению с Ханако. Если бы я давал описание ее внешности, то сказал бы, что она напоминает фарфоровую куклу. Акира подходит сзади и несколько раз похлопает ее по плечу, чем сильно пугает Лиле. На ее лице мелькает тень зависти тому, что у меня нет такой сестры, а я, в свою очередь, завидую их близким отношениям. Они некоторое время общаются друг с другом, пока я разбираюсь в своих пакетах, ведя разговор недостаточно громко, чтобы я смог расслышать, о чем они говорят. Но через какое-то время они прерываются, и мы неспешным шагом направляемся обратно в сторону интерната. Ах, как же замечательно быть вне этого проклятого офиса. Вы, дети, даже не догадываетесь, насколько здесь у вас хорошо. Дети. Чего? Ну тогда вы двое. В наши дни дети так быстро растут. Ты не настолько старая, чтобы так говорить. Ну, не знаю. Пребывание рядом с Хидаки заставляет меня чувствовать себя чертовски старой. Он настолько непогодам развит, что напоминает мне тебя в его возрасте. Он хороший мальчик. Было бы печально, оказывая сезон на него слишком сильное влияние. Ах, Кира весело фыркает в ответ на проявление антипатии со стороны своей сестры. Похоже, она не придает этому большого значения, воспринимая это скорее как детскую ссору. Она смотрит на меня так, как будто только что вспомнила, что здесь есть я, и улыбаясь тянется к заднему карману. Что такое? Секундочку. Дай мне достать. После некоторой заминки она извлекает черный кожаный бумажник из своего заднего кармана и быстро выживает нечто, напоминающее сложенный листок бумаги. Пока Лили ни о чем не догадывается, Акира разворачивает бумажку и вручает ее мне. Старое фото, на котором запечатлены выглядящие моложе Лили и Сидзуны, управляющиеся в киоске с Ягисобой, с какой-то другой девочкой на заднем фоне. Она кого-то мне напоминает, но я не могу сказать точно, кого именно. На Ханаку похож. На Ханаку похожа. Ну, мне кажется. Ну, не знаю. Не, у нее карие глаза. А, хотя да. Все, подожди. У Ханаку фиолетовая. Я думаю, это просто девушка, которая умерла. Вот так вот, жестоко. Хотя фиг знает, может и Ханаку. Какой-то суровый. Ну ладно. На удивление... На удивление заметила, когда у нас говорили про глаза, что у Миши золотой цвет глаз. Заметила? У Миши золотой нет. У Миши золотой цвет глаз. Обрати внимание. Хорошо. Ольга Дмитриевна, ребята, говорят. Что это? Что это, Акира? Думаю, ты знаешь. Лилия ненадолго задумывается, а затем ее осеняет. Акира, в самом деле, не стоило. Да, ничего страшного. Кроме того, похоже, это единственная фотография, где вы вместе после того, как поступили в Ямаку. Но еще не разругались. Я вновь опускаю глаза на фотографию в руки. Кажется странным видеть Лили и Сидзуну вместе без каких-либо признаков враждебности. Если эта фотография снята во время фестиваля в Ямаку, значит она сделана год или два назад. Другими словами, в то время, когда они обе входили в школьный совет. А кто эта девушка сзади? Она кажется знакомой. Ха! Я так и знала, что ты не догадаешься. Это Миша до того, как она решила перекрасить волосы в розовый цвет. Вот. Нифига себе. Вот, короче, нифига. Вот, погляди на ее глаза. Ко сепор. Не, у нее серьезно, у нее золотые глаза. Идите в болото. Я поэтому Мишу исключил. А-а-а. Короче, это Ва-Ха-Ха. Еще себе. Подожди, у нее вино в руке? Нет, это соус. У кого? Нет-нет-нет, у Миши поднос, на подносе вино. Миши? А, ну, возможно. Она бухала там. Она была панкушей просто с детства, поэтому розовый цвет покрасилась. Ладно. Погнали дальше. Это Миша? Не может быть. Очень странно видеть Мишу без ее своеобразной прически. Судя по тону, Акира не разделяет взгляд Миши на моду. Мне кажется, это лишь подчеркивает странность ситуации. Кто бы мог подумать, что в прошлом они были так дружны. Жаль, что я не могу ничего сделать, чтобы исправить их отношения. Ты что-то затихи, Сау. Просто как-то странно видеть всех вас настолько дружными. Лили собирается что-то сказать, но останавливается. В конце концов, меня это не касается. Это касается только Сидзуны и Лили. И никого больше. Все меняется. К сожалению. Я возвращаю фотографию Акире. Она вздыхает, складывает ее и убирает обратно в бумажник. Отрывок воспоминаний спокойно скрытый до поры, когда спустя какое-то время снова будет извлечен на свет. Да уж. Это точно. Сначала я думаю, что Акира так реагирует на разрыв отношений между Лили и Сидзуны. Но для этого она выглядит чересчур мрачно. Лили тоже хмурится. Что случилось? Ну да так. Просто скоро я вернусь в Шотландию. Ты снова уезжаешь в Шотландию? На лице Акиры на краткий миг отражается удивление. Ей не идет это выражение. Бросив взгляд на Лили, она поворачивается ко мне, как ни в чем не бывало. Ага. Через пару недель я уеду в Инвернес, чтобы приступить к работе в штаб-квартире компании. Это довольно серьезный скачок по карьерной лестнице, и подобная возможность может больше не предоставиться. То есть Акира собирается покинуть Японию на этот раз, кажется, навсегда. Я не могу отделаться от ощущения, что моя надежда на то, что все мы могли счастливо коротать наши дни, весело проводя время в этом изолированном мирке, рушится. Неприятно это осознавать. Я смотрю на Лили, несколько удивленный. Что она не рассказала мне об этом, несмотря на то, что это должно было произойти так скоро. Она продолжает идти, не поворачивая головы. Я не могу понять ее настроение, и не могу даже предположить, что у нее на уме. Это удручает, особенно если учесть, что для меня это обычно не представляет проблемы. Это напоминает мне о том времени, когда мы встречались в Шанхае перед тем, что можно назвать нашим первым свиданием. Тогда все, что я мог сделать, не зная причин, это успокоить ее, и сейчас кажется ситуация похожая. Неловкое молчание преследует нас до самых общежитий. Думаю, я не единственный, кто это чувствует. С этими словами они отправляются в сторону женских общежитий. Открывая дверь мужского общежития, я останавливаюсь и оглядываюсь назад, за мгновение до того, как их фигуры исчезнут за тяжелой деревянной дверью. Это был необычный момент, когда Акира рассказала про отъезд. Это не первый случай, когда планы относительно моей новой жизни внезапно изменяются, но раньше они не менялись столь коренным образом. Я так и не понял, как отнестись к реакции Акиры, и еще в меньшей степени, как отнестись к реакции Лили. Холод ночи напоминает, что неплохо было бы мне вернуться в свою комнату до того, как я что-нибудь подхвачу. Пакеты, кажется, оттягивают руки с удвоенной силой. По крайней мере, мы договорились сходить на свидания в выходные. Мне просто нужно прекратить грузиться всякой ерундой и воспринимать все так, как оно есть. В конце концов, экзамены все еще в самом разгаре, а затем по окончанию... Бери курс ворс-экран. Ага, уже убрал. В конце концов, экзамены все еще в самом разгаре, а затем по окончании триместра и с началом летних каникул предстоит много дел, которые займут меня на некоторое время. Я издеваюсь, захожу внутрь. Мои мысли возвращаются к тому, где Лили захочет провести наше рандеву. Продолжение следует... Продолжение следует...